мне нужно сделать для казана наподобие печки первым делом вверх выпилим потом посмотрим что да как сам не знаю как бы привет друзья с вами как всегда алексей и сегодня в этом фильме мы с вами сделаем печку для нашего нового казана и попробуем первый раз приготовить плов так что кому интересно смотрите а за моей спиной находится это волшебная . ну как печку для казана небольшую печку да здесь я пробелил остается расстояние по два сантиметра вокруг казана попробую сейчас сделать чтобы плотно он стоял друзья вот что получилось не знаю как будет работать здесь я загнул чтобы края были ровные ставил двойное дно здесь выстрелил до дыма не знаю как это все будет работать и вот казан вот так она сейчас выглядит утечки нету вокруг так что сейчас попробуем затопим посмотрим будет ли тяга вообще такая все хорошо короче обжигаю почку уже много чего обгорело работает отлично короче пожгу часа два и завтра мы с вами попробуем сделать плов придет специалист в этом деле научит меня это делать сегодня купим с вами рис мясо морковь и право знаю даже как быстрее джечь чтобы потом она не воняла здесь капитальный горит с крышкой еще сжечь без опускай так погорит на замечательно потом краску все еще можно шлифануть чтобы лишнее убрать когда остынет одно я не знаю как или потом перевернуть и с той стороны еще зажечь наверно так сделал чтобы еще днище прогрел а так по высоте уже удобно стоять так делать нагибаться не надо и тяга есть нормально бесплатно друзья здесь не за я уже обработал от краски все сейчас здесь тоже обжигаем и все сейчас беру машинку и краску сбиваем и будет у нас по красоте хотел покрасить у меня есть краска до до 650 градусов но температура может быть до 900 градусов поэтому она обгорит поэтому красть я его не буду и по идее лучше бы дверку сделать на шарнира чтобы регулировать подумаю может быть куплю шарнир и поставлю ну что ребята пробуем сегодня первый раз в новом гриле новом казане приготовить плов инди гриенты инди гриенты у нас есть мясо полтора килограмма морква лук рис рис еще не принесли так что пробуем приправа до плова барбариза барбариза чесночок масло все подогрелось льем масло смотрим внимательно это столько будет жира все больше не надо поддавать наверно как бы сейчас самый такой жар потом убавить не сможет водичкой пшик окрестом начальник поставки так лучок пошел вот красава у нас миско сейчас пойдет пока ничего не солим ни перчим пока рано на морковку много хорошо а гаврири не тянет все тянет даже дыма нету так добавляем морковку вот мы действительно наверно слишком много морковки ну ладно давай убавим сейчас соль еще возьмем что саша приправу да давай приправу ну где грамм 20 ну наверное вопрос-то на соленое или нет да ну мы сейчас попробуем мы можем посадить когда воду уже добавим может воду добавлять воду добавлять после ричи сначала ричи укладывать так и это барбарийский еще давай добавим ни разу не пробовал конфеты вкусный барбарийский я люблю да он такой любит кислоты добавляет сколько надо да я думаю хороо хороо ну-ка я попробую на хороо он как это шлипло ой как от брюкника у нас вода горячая и рис здесь полкило сейчас видно будет я буду смотреть да так в принципе сверху да как по инструкции нормально здесь зашел может быть мало будет дохватит он может стать еще мне кажется пить больше мяса будет больше мяса будет да вы сами да наверное вставляем сейчас давайте шумок понадобить воды чтобы миллиметров на сколько-то ну там больше было на миллиметр миллиметров надеюсь так тогда хватит все давай вот вода убьет сейчас крышкой закроем убавим огонь все надо хорошо даже много ну ладно у нас там жар такой сильный нам надо убавить все прошло полчаса сколько еще ждем еще минут пять пять минут и размешать морковку не сочетайте и подбегайте с тарелками окей ну не в тебя чувствуете как пахнет сейчас мы мешаем этот его тоже едят вроде бы да но его можно потом съесть его можно пока на тарелочку какую-нибудь не 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 вон что-то он как бы наполовину только готов наполовину нет я имею ввиду чеснок а этот ты видишь готов ну как бы идеально я думаю мне кажется что да он пропарился черпачок маленький надо такой ну по-моему сильней чтобы двумя руками можно было а этот как маленький да а идите баранией я не очень люблю я люблю а Алеша невеста она просто может быть баранией при этом ну в смерти если вы будете готовить меня приглашать однозначно на баранией слушай ну рис может быть чуть-чуть перегорел переварился да что выкладываем да это надо тарелку вот есть поближе ооо пахнет прекрасно что помогать что-то вам нормально удерживаешь надь а ты как четыре руки удерживаешь надь удерживается чтобы не это уже не начать есть да была бы третья рука и надела бы фрук а наверно все не войдет 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 в самом раз но крышка там видишь ты можешь гордкой наложить и оно тогда нормально закроется смешет называется шумовка да иногда шамовка иногда шумовка и по-разному потому что она вообще-то от немецкого слова шоу да поэтому где-то говорят самостоятельно где как заимствовали все готово попробуем рис рис хорош мясо как пастновато но так очень вкусно ну все кто посмотрел видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем хорошего приятного аппетита пока